А где же ее обслуживать? Потому что если вы сейчас попытаетесь вспомнить, какой компании вы готовы довериться, ну, наверное, может быть всплывут компании автосалонов каких-то, сервисов побольше с салонами, беда. И, скорее всего, вы вспомните дилера. Но дилеры – это все-таки другой сегмент рынка, это новые машины. Данный проект реализуется компанией профессионалов, которые имеют большой опыт работы в автобизнесе. Мы взяли лучшие опыты с точки зрения автосалонов по покупке-продаже БУ машин, автосервисов постгарантийного обслуживания этих машин и реализовали все под одной крышей. То есть клиенты получают весь спектр услуг под одной крышей, то, что касается их автомобиля. Что нам позволяет быть эффективными? Это внедренная CRM-система, которая позволяет отслеживать клиента от звонка и до завершения сделки. То есть мы видим, где мы просаживаемся, на какой этап сделки мы тратим какое время. И, соответственно, для нас это упрощает контроль. Для сотрудников это упрощает работу с точки зрения трудозатрат. Ну и, соответственно, CRM позволяет нам тут же автоматизировать выкладку всех объявлений на все электронные порталы. В ближайшее время будет создано мобильное приложение, которое позволит клиентам не только смотреть автомобили в наличии или записываться на сервис, оно позволит смотреть в режиме онлайн статус своего ремонта, как ремонтируется его машина, оно позволит общаться с сотрудниками автотехцентра, оно позволит смотреть историю машины, прогнозировать свое обслуживание, общаться с сотрудниками автосалона по подбору машины, по текущим вопросам, какие-то, если касаются его автомобилей. Кто наши конкуренты? Прямых конкурентов на данный момент на рынке Москвы, да, наверное, и России нет. То есть, если вы посмотрите, то с точки зрения автосалона, это все официальные дилеры, которые занимаются рынком БУ автомобилей, и только один неофициальный дилер. С точки зрения автосервисов, это все сетевые сервисы, но никто из них не занимается покупкой и продажей автомобилей. Финансовая модель. На самом деле, главный вывод финансовой модели, что инвестиции, которые мы привлекаем, они безрисковые. Почему? Потому что они идут в оборот. Предприятие работает, и все денежные средства, которые пойдут, они пойдут под автомобили и защищены не будут автомобилями. Ну, то есть, под деньги залог идут машины. Соответственно, с помощью наших рекламных активностей это позволит нам вырасти за два года более чем в 10 раз. Охват аудитории за концу 2018 года будет более 11,5 миллионов человек. Это тех людей, которые хоть раз увидели, либо услышали нашу рекламу. Что сделано? На данный момент вложено более 30 миллионов рублей. Что мы имеем? Мы имеем 4600 квадратных метров площадей, мы имеем 14 постов слесарного ремонта, мы имеем две покрасочных камеры, два стапеля, три поста мойки и шоурум на 400 машин и мест. Ну, три шоурума закрытых и уличная парковка. Сколько требуется? Требуется порядка 100 миллионов рублей, но опять же, эти деньги идут только наоборот. Наша команда состоит в основном из пяти основных сотрудников, у которых свой функционал и каждый контролирует отдельный спектр вопросов. Общий штат сотрудников сейчас более 60 человек. Ждем вас среди наших клиентов и инвесторов, если будут какие-то вопросы. Спасибо большое. До свидания. Молодец, хорошо выступил. Давайте начнем с Байзова. Вот у нас в зале присутствует, в общем-то, Оскар Хартман и, соответственно, с его CarPrice и CarFix. Зачем вы плюс к нему? Ну, давайте начнем с CarFix сначала. CarFix – это агрегатор, он не оказывает услуг. CarPrice, он создан для продавцов, он не создан для покупателей. Да, поэтому приезжая в CarPrice, вы продаете автомобиль, покупают у вас автомобиль не физическое лицо, юридическое лицо, тот же самый перекуп, который ставят себе на площадку. Мы позволяем уменьшить вот этот вот слой двух перекупов, да, соответственно. Ну, то есть вы хотите заменить Авито? Это не будет Авито, замена Авито. Авито – это интернет-площадка, Авито – это индикатив по ценам. У нас реальные сделки, то есть напрямую приехали клиенты. Ну, точно так же, как я всю жизнь покупал на из рук в руки. А сейчас вы зачем? Сейчас мы за тем, что помимо автосалона создан еще и автотехцентр. То есть клиенты в рямках одного окна получают весь спектр услуг касательно своей машины. Вы мне зачем? Еще раз говорю, вот у меня есть… Я хочу продать Mercedes-Гелендваген. Зачем вы мне в этом моменте? Потому что сейчас продать Mercedes от подъезда очень сложно. Не все физические лица готовы покупать. Мы доедем до сервиса, заплатим 100 долларов, там проведут полную диагностику. Здесь не только диагностика, здесь сколько диагностика техническая, здесь сколько диагностика юридическая в том числе. Да, мы это сделаем сейчас. Прямо зайдем в чат-бот, который называется Ауто. И, соответственно, он нам достает информацию. А вы-то зачем? Отлично. То есть вы сначала, пока вы найдете хорошую машину, которую вы купите, вы проверите как минимум 5-6 таких машин. И ваши расходы будут? Ноль. За диагностику, за юридическую проверку они сейчас платны. Любая хорошая юридическая проверка, она стоит денег. Давайте вместе с вами попробуем пробить вашу машину, которая, как вы говорите, она платная, как вы только что утверждаете. Потому что вот мы сейчас в бот, мы, соответственно, сейчас введем любые данные, и это будет абсолютно бесплатно. Да, но баз, с которых они подключены, они настолько минимальны, и не все базы, в том числе НБКИ, они пробивают. Тогда мы просто позвоним… В бот и же с этим. Может быть просто позвонить знакомому ГАИшнику, и он все это вывезет? ГАИ тоже не имеет доступа к НБКИ. У нас в России порядка 20 НБКИ есть, ну, бюро кредитных историй, да, соответственно. Есть одно большое, которое покрывает порядка 70% рынка, а есть очень много региональных НБКИ. Но вы-то посредник в данном случае. Мы помогаем клиенту продать его машину качественно, с проверкой, с юридической частотой, с диагностикой. Окей, хорошо. Значит, у нас появился очередной агрегатор. Будем надеяться, что кто-нибудь им начнет пользоваться. Хотя лучше позвонить знакомому ГАИшнику, и он вам сделает все то же самое, и еще второму АБЭПнику. И вам это обойдется, ну, максимум в 2 литра вискаря, и любая машина у вас фактически на ладони. Но, тем не менее, ребятам удачи. Пока.